Всем привет! Сегодня у нас видео немножко о косметике. Я всегда снимаю видео весеннего, летнего, зимнего ухода за моим лицом. Видео о косметике у меня не очень популярны, но девочки, которые меня давно смотрят во всей этой бьюти-теме, меня часто спрашивают, чем я пользуюсь для лица, какие-то новиночки, покупки я вам свои показываю. Так что сегодня будет об этом. Итак, я вам сегодня расскажу о средствах, которые используют для ухода в утреннее и вечернее время. Немножко сразу поясню, что это основной такой костяк, но иногда к этим средствам какие-то средства добавляются, которые я пользуюсь нечасто, я их решила не указывать. Сегодня не показывать, поэтому покажу самое главное. Утренний уход у меня очень простой, умывалки тоже показывать не буду. Одна там вечернюю вам покажу хорошую, но ничего особенного. Обычно я использую какие-то корейские умывалки для лица. Всегда утром у меня вот такая умывалка, ой, пардон, это тоник, тонер точнее от Фру, Фру, Фрудия. Это корейская, покупала в Ацинсе, оно здесь продается. В общем, неплохой тонер, но, наверное, не куплю второй раз, приятно пахнет. Здесь есть спирт, не очень мне приятно, но само средство неплохое. Как вот быть что-то корейского хотите, в Турции это неплохой вариант. И везде можно купить на каждом шагу, в каждом в Ацинсе. Еще вам открою секретик, есть официальный сайт Тони Молли в Турции. На нем можно заказывать косметику, ай, пардон, Миша есть у них. У них тоже умывалки косметика вся, так что я в следующий раз просто хочу заказать там у них этот знаменитый двухцветный биби-крем от Миша. Не этот стандартный красный, который вся другой, который дорогой, кстати, я его в Россию с золотом в яблоке видела, тысячи три рублей он стоит. Кремик утром у меня вот такой от Lancome. Это серия Energy, серия Energy Divine, стандартный такой крем. Он изначально приобретался, но я знаю, что ничего не делает, просто неплохая, не особо увлажняет, так налицо. Я посоветую крем этому молодым девчонкам от 20 лет, у кого уже первые морщины, не хватает питания, увлажнение, вам это средство не подойдет. У кого жирная кожа, можете присмотреться, но он ничего особо не делает, я вам сразу говорю, никаких чудес не ждите. Такой же не о чемный крем существует у марки Clorans, у меня как-то пару раз был. Практически вот такая линейка не о чем, я ее называю, она есть практически во всех брендах Givenchy, тоже у них есть такая линейка, это вот от Lancome. Обычный неплохой крем, просто есть. Честно говоря, во многих марках, как-то мне попадался в Kiehl's тоже крем такой особо не о чем. В общем, неплохой ни о чем крем, не для сухой и не для старой кожи. И две вот таких масочки, у меня утренняя витамин С паста, такая маска от Lixir, это с Культ Бьюти. Вот я вам ее покажу. Такое средство, да, там есть витамин С, наношу на парочку минут, потом смываю, никакого жирного эффекта не остается, хотя изначально это жидкое средство, оно как масло такое, ощущение на лице. Ничего не заметила, что оно делает, попала в Культ Бьюти Гуди Бэк, поэтому пользуюсь. Типа выкинуть жалко. Никогда не куплю второй раз, потому что я просто не заметила, что бы оно лучше мне сделало, изменило в лучшую сторону. И вот такая маска Rose Face Mask от фирмы Fresh, бренд, который недавно появился на Культ Бьюти. Видите? Кстати, в Сифоре, в российской вроде тоже есть, в турецкой Сифоре тоже есть. Это такая миниатюра 15 мл маски. Она действительно пахнет, я вообще не люблю всякое розовое, розовые запахи, розовую воду, потому что очень часто это запах протухшей какой-то розы. Здесь представляете, вон остатки, если видно, лепесточки роз. Пахнет такой розой, которая, знаете, иногда лукум турецкий пахнет. Ну, розовой водой, кстати, турецкой, то же самое все. Но маска неплохая. Я ее наношу, ну, через день примерно. Я просто заметила много у масок или у увлажнения на лице, тоже нехорошо. У меня кожа склонная к жирности, но комбинированная. И я такой сухостью не страдаю, с умным питанием мне не нужно. Тогда поры забиваются, иногда прыщики какие-то точечные вылазят, которых, по сути, не может быть, не должно. Это переизбытка питания и увлажнения кожи. Маска неплохая от нее, знаете, ощущение, я бы, может быть, даже в полном размере купила. Я еще и попользуюсь до конца. Ей здесь 15 м, кстати, немало, надолго хватает. Я уже несколько раз, пять, наверное, пользовалась. В общем, не сразу какого-то ощущения нет, но со временем, когда ты ее используешь регулярно, вот через неделю использования, где-то почувствовала, утром лицо свежее. Вот оно может все как-то в комплексе хорошо, я пользуюсь кислотами, может быть, поэтому. Но ничего негативного не вызвало, и какие-то улучшения при использовании этой маски позитивные появились. Поэтому я грешу на эту маску. Динамика положительная есть. Но это не суперубойная, суперкрутая, чтобы, типа, ты намес, и там вообще лицо твое сияет, светит за здоровьем. Такие маски есть, они очень дорогие. Как правило, это Вальмонт, например, у них есть. И Глэм Глоу хорошие маски, но они стоят гораздо больше. Но это тоже не дешевое средство марка Фрэш. Но пока что такое, по качеству, по результату среднячок такой неплохой. Давайте перейдем тогда к вечернему ритуалу. Вот это средство уже много-много лет у меня. Это Рок, продается в кратисах во всех. Это средство для снятия макияжа с глаз. Ну, в принципе, со всего лица косметику снимаю. Вот такая у меня умывалка ко всем. Я люблю азиатские умывалки. Доктор Леви, Леви Гросс или кто он? Нет, Доктор Леви просто. Швейцарская марка, очень дорогой бренд на Кулин Бьюти. Это кислотная умывалка. Ее можно просто на влажную кожу и смыть. Можно на сухую кожу чистую нанести, как кислотный пилинг оставить на пару минут. Ну, там до пяти минут максимум. Это сильная такая штука. Вот, это реально работает. Такая кислота на мне работает отлично. Лицо меньше каких-то грязного ощущения. Лицо более чистое. Разжижается вот это сало на лице. Следующий этап. Тоник вот такой у меня бывает. Это кислотный РЕН. Вон здесь у нас 250 мл. Второй год уже не могу использовать. Очень хорошо. Экономно расходуется. Сейчас у меня вот такая потом идет сыворотка Дранк Элефон Розовая. Гликолевая ночная сыворотка. Неплохая, но я ее использую через день. Либо не использую крем, когда я ее использую, потому что ее можно переизбыток сделать. Она иногда делает прыщи, но само средство хорошее. Либо вот такое средство. У меня тоже вместо тоника. BHA Black Net Power KOSRX. Это тоже Корея. Это тоже на Кульбьюти есть. И это еще есть на iHerb. В общем, неплохое средство. Типа оно от черных точек помогает. Я им периодически вот эти все средства комбинирую. Через день как-то по-разному ими пользуюсь. Но факт, это зимний период. Какие-то кислоты. Что касаемо масел. Зона вокруг глаз у меня всегда это уход от UMA. Absolute Anti-Aging Eye Oil. Я вам показывала. ОДы суперское крутое масло. Очень здесь пипетка большая. Много расходует. Поэтому я его переливаю вот в такой маленький пузырь, который у меня всегда стоит. У зеркала, где я занимаюсь своей кожей, короче говоря. Я переливаю в более маленький формат. Потому что если упадет такая большая фигня и разобьется, стеклянная браковина, что-то такое. Мне такое часто бывает. То будет очень обидно. И вот такой у меня затесался дружочек. Это Natura Siberica. Свежее кедровое масло ручного отжима. Это был мне подарок за покупку в Natura Siberica. Я не очень люблю эту марку. Здесь, смотрите, осадок такой идет. Ну, это нормально, в принципе. Чем не люблю для себя? Ну, нормальные кремики какие-то есть. Ну, ничего особенного. Супер такого средства у них такого я не замечала. Клевого, крутого. Я там покупала всю косметику для ребенка уходовую. И мне там за хорошую покупку давали всякие ништяки. Неплохое масло. Они его советуют и в питании, короче. И просто как... Короче, просто масло. Свежее кедровое масло. Даже дата где-то была... Она уже стерлась. Потому что маркером был очень-очень свежайший. Я прям буквально недельку, как его разлили, мне его подарили. Кстати, смотрите, я его не так мало использовала. Уже вот столичка за два месяца. Я честно скажу, если на лицо, оно слишком для моей кожи пористое, склонной к жирности, комбинированной, закупоривает поры. Могут образоваться прыщики. Оно без запаха очень приятное в использовании. Но я им, скажем так, наношу его, мажу на свои волоски, на брови. Брови растут густыми, смасляными. Плюс я делаю долговечную укладку ламинирования бровей. Поэтому там нужно маслицем обрабатывать брови, чтобы они не становились сухими ломками. Это средство для этого очень подходит. Плюс оно мне было бесплатным. Просто золото неплохо. Еще бы я им иногда под глазами, вот тут тоже пробегаясь, если у меня под рукой нет этого масла от Ума. Ну, никакого эффекта особо не заметила. Но масло и масло. Как бы неплохое масло-масло. Для брови, кстати, неплохо. Брови вообще очень хорошо растут, когда маслом... Так что не обязательно касторовым, да, а просто любым там маслом увлажняйте волосинки, они лучше расти начинают. У меня, по крайней мере, такой эффект есть. И по поводу кремиков вечерних. Мой стандартный любовь. Третья или четвертая банка в моей жизни. Уже лет 5 я именно... Нет, 3-4 года им пользуюсь. Не изменяю на зимний период вечерний крем. Он уже у меня и летом идет. Это Клоранс мультиактив для жирно-комбинированной кожи. Есть еще серия. У них, ну, это же крем только для сухой кожи. Более жирно-питательный. До сих пор он мне подходит. Обожаю. Неизменно моя любовь. Я уже его не только зимой, но и летом всегда его использую в вечернем уходе. И вот купила с Андей Райли знаменитый такой крем. Он вроде тоже с Андей Райли TIDL Brightening Enzyme Water Cream. Легкий крем. Вроде как он для сухой подходит и для жирной кожи. Очень на него идеальные просто отзывы. Очень многие подходят от Андей Райли. Это не миниатюрка. Это, ну, как бы миниатюрка. Но здесь 15 грамм. 15 мл средства. Есть еще 30 мл. Недешевый, кстати, крем. Пахнет. Какой-то глиной немножко отдает. У него немножко только голубоватый цвет. На самом деле он прозрачный. Я его использую через день чередую. Когда им, когда вот этим кремом. Вообще бы я с этого не слазилась. Огромная банка у меня новая. Но просто хочется попробовать что-то новое, что-то интересное. Супер, пока изменений не нашла еще никаких. И я грешу, что этот крем вкупе с вот этой сывороткой, когда у меня вечером в уходе в тандеме, они мне делают прыщи. Иногда точно какие-то не высыпания, а просто забилось за ночь. Знаете, пора, что-то чуть-чуть такое красное, покраснение. Умываешься, не наносишь эти средства. И на следующий день все это проходит. Поэтому я их вместе перестала использовать. Либо чередую каким-то образом. Я поняла, просто это перенасыщение. Я и масками обильно пользуюсь. Поэтому перенасыщение какой-то кожи происходит. Чтобы этого не было. Я вот этой комбинации избегаю. Но сами по себе средства хорошие. Я вам советую. Напишите, что у вас нового из косметики уходовой. Я хочу попробовать патчи от Шосейда. Очень хваленые. Я хочу купить маску от Вальмонт. Подожду, когда у нее скидка какая-нибудь будет. Очень ее хвалят. И когда увидела Собчак, прям тащится от нее. Много хороших отзывов. Именно эта маска Вальмонт. Еще хочу попробовать тональный крем от Ля Мер. Который очень тоже хвалит в интернете. И пудру все-таки хочу купить. Рассыпчатую Ла Прери. Которая в большой банке идет. Потому что это хороший продукт. И надолго хочу в это вложиться. Какие у вас грядут покупки? Я как-то косметики подостыла. По крайней мере у меня просто много скопилось. И уходовая, и декоративная. И хочется все это расходовать. У меня теперь прям не Project Pen, чтобы все закончить. Но ближе к этому я стараюсь прям усиленно. Пользоваться тем, что у меня есть. Не покупая новую. В частности декоративку в ближайшее время. Не покупая и пропустила даже последнюю Cool Beauty Goodie Bag. Потому что мне просто ничего не нужно было. Что у вас по поводу косметики? Покупайте, не покупайте. Средствами, какими вы пользовались. С того, что у меня здесь сегодня было показано. Пишите комментарии. Спасибо, что посмотрели это видео. Поставите лайк. Я буду просто счастлива. Всем пока.